Итак, к теме. Стоит сказать, что на самом деле я в своей клинической практике давно не встречала пациентов, которым выполнялась латеральная лимфодисекция. В силу того, что в Ролл-Маздене нет тенденции удалять как поражённые лимфатические узлы, так и проводить, скажем, диагностическую латеральную лимфодисекцию. Предыдущие доклады блистательно показали и обзор литературы, и собственные данные. Существует мета-анализ, опубликованный уже в этом году, который также говорит о том, что на самом деле, исходя из уже опубликованных данных, статистически значимой разницы в показателях общей безрецидивной выживаемости тех пациентов, которым мы выполняем лимфодисекцию латеральную и не выполняем, разницы значимой нет. Но если мы посмотрим, я сама посмотрела, какие статьи были включены, и когда я начала читать каждую из этих статей, что я увидела? Основным критерием тех пациентов, которым проводили магнино-резоносную томографию, для дифференцировки поражённых или не поражённых лимфатических узлов, авторы выбирали именно размер лимфатических узлов. В том случае, если они считали, что лимфатические узлы латеральной группы увеличены, они их категоризировали как вовлечённые. Я также посмотрела на те критерии, которые они использовали для проведения самой магнино-резоносной томографии. Обращаю ваше внимание, что… Вот один пример из снимков. К сожалению, это качество исследования, которое мы называем субоптимальным. Почему оно субоптимальным? Если у вас большое поле исследования, в этом случае разрешающая способность намного хуже. То есть увидеть мелкие лимфатические узлы или венозные депозиты на таких снимках очень трудно. Конечно, огромный депозит, больше сантиметра наверняка вы не пропустите. Но опять же, субоптимальное качество. Мы стараемся использовать МРТ с более высокоразрешающей способностью. Просто делаем сами снимки более высокого качества. Если мы посмотрим на СГАР-рекомендации по определению сантиметра химпатических узлов, это Ассоциация рентгенологов Европейского общества, которые занимаются именно патологией желудочно-кишечного тракта. На мой взгляд, это… Опять же, я высказываю свое собственное мнение. Мне кажется, это неким абсурдом. Вот посмотрите, они говорят, да, для того, чтобы определить химпатический узел как патологический, он должен быть либо более 9 мм в диаметре, либо от 5 до 8 мм в диаметре, иметь два неблагоприятных прогностических МР-морфологических критерия. Если он меньше 5 см в диаметре, то он должен иметь три морфологических критерия неблагоприятных характеристик. Поверьте мне, измерить один лимфатический узел тот же самый человек может совершенно по-разному, даже с разницей в несколько минут. Я могу поменять один и тот же лимфатический узел, он будет 5 мм, он будет 7 мм, а если я посмотрю, он на совершенно другом среднем, может быть, будет и 9 мм. Это очень субъективный критерий. И говорить о том, что порог поражения или не вовлечен с лимфатических узлов может быть исключительно исходя из его размеров, на мой взгляд, просто некорректно. В 2016 году мы провели свое, собственно, небольшое исследование. Включили 73 пациента, всем которых проводилось изначально хирургическое вмешательство. То есть это первично хирургические пациенты, им не проводилось на диванах и мучевая терапия. У всех пациентов было два исследования. То есть МРТ у нас протокол в себя включает малым полем МРТ, то есть когда именно small field of view, то есть это маленькая зона сканирования. Исследование хорошего разрешения. И когда мы делаем большое поле для того, чтобы видеть паховые лимфатические узлы. Мы сравнили, промерили лимфатические узлы на исследованиях высоким разрешением и низким. Что мы увидели? Если мы вообще берем такой порог, как 5 мм, и все, что выше 5 мм, мы считаем как патоморфологический лимфатический узел, то, к сожалению, точность нашего метода не превышает 60%. Если мы, неважно в принципе, на каком мы смотрим, в каких разрешениях, снимках мы это смотрим. Если мы используем морфологический критерий, то мы можем достигнуть чувствительности и точности более 80% определения вовлеченности лимфатических узлов. Что опасно, когда мы говорим о размере лимфатического узла? Опять же, мы провели более глубокий анализ, увидели, что в основном за высшенную стадию «overstaging of nose» мы ставим, когда у пациента есть ранний рак. И в целом, если мы используем именно критерии как размер лимфатического узла более 5 мм, overstaging показатель будет больше 35%. Это очень много. И особенно при ранних раках. Какие же критерии мы используем в своей клинической практике? То есть если вы нашли лимфатические узлы, если как хирург вы читаете заключение МРТ-специалиста, на что вы должны обратить внимание? Указаны ли вообще морфологические признаки этого лимфатического узла? То есть говорят ли вам ваши негенологи, есть изменение МР-сигнала, есть гетерогенный сигнал, есть неровность капсулы? Окей, это один из признаков. Потом мы должны задуматься об анатомической локализации. Если вам пишут заключение, что это наружные и подвздошные лимфатические узлы, то, скорее всего, это будут просто гиперплодированные лимфатические узлы. То есть нужно помнить о группах, в какие группы чаще всего происходят поражения. И должны быть у пациента другие неблагоприятные факторы прогноза, которые мы можем видеть по данным МРТ. Если мы говорим о морфологических признаках, хочу обратить наше внимание, конечно, микрометастаз, который менее 1 мм, мы никогда не увидим на МРТ. Мы можем видеть гиперплазию, увеличенный лимфатический узел, но достаточно гомогенная структура. Патоморфологические срезы, они, в принципе, очень сильно похожи на то, что мы видим на МРТ-снимках. Опять же, микрометастаз навряд ли мы увидим. Но если мы видим более крупные разрозненные участки изменённого сигнала в самом лимфатическом узле, при этом капсула его интактна, вот такой критерий мы используем как признак вовлечённости лимфатического узла. Опять же, если мы видим полное замещение изменённого сигнала, мы не видим жировой центр. Мы говорим, что этот лимфатический узел, скорее всего, поражён. И в том случае, если мы видим выход за пределы капсулы, мы ещё больше уверены в том, что это вовлечённый лимфатический узел. Также одна из метаанализов, опубликованных в 2012 году, показывает нам частоту поражения тех или других групп лимфатических узлов. И вот чаще всего поражаются внутренние и воздушные лимфатические узлы. И в 30% случаев это группы запирательных лимфатических узлов. Очень часто пересматривая заключения других рентгенологов и сталкиваясь с клинической практикой с другими снимками из других учреждений, я вижу, что рентгенологи иногда неправильно определяют локализацию тех или других лимфатических узлов. Как можно понять, где находятся запирательные лимфатические узлы? Всегда можно увидеть на МРТ, как отходит запирательная артерия. И вот всё, что находится рядом, впереди от запирательной артерии, мы относим к группе запирательных лимфатических узлов. Всё, что кзади, вдоль идёт внутренних подвздошных сосудов, будет относиться к внутренних подвздошных лимфатических узлов. Лимфатические узлы, располагающиеся кпереди или вдоль наружных подвздошных лимфатических узлов, практически никогда не поражаются, если мы говорим о нижно-среднеаполярных раках. Вот один из примеров. Смотрите, внутренний подвздошный лимфатический узел. Я измеряю. Мы видим сохранную капсулу, мы видим гомогенный сигнал. 9 мм. Он поражён, судя по теми критериям, которые нам предлагает СГАР, да, он поражён. Этот же пациент, у него есть запирательная артерия, у него есть лимфатический узел, сидящий близко к этой артерии. Мы видим сохранённую капсулу, мы видим даже жировой центр этого лимфатического узла. Но размер лимфатического узла, мы меряем его по короткой оси 7 мм или по длиной 10 мм, он должен быть поражён, судя по тем критериям, которые нам предлагают. Но данный пациент имеет вообще белёзную аденому, которую мы наблюдаем на протяжении двух лет. Нет признаков глубокой инвайзии, нет признаков поражения по данным МРТ, и многочисленные биопсии также не дают нам однозначного диагноза малигнизации процесса. Что в этом случае делать? Просто один из примеров, что следует подходить к вопросу о поражённости лимфатических узлов, не только исходя из их размера. Опять же, здесь достаточно большая опухоль, обширная, то есть это стадия Т4. Есть маленький лимфатический узел до внутренних подвздошных сосудов, 7 мм, но он интактен. Ещё один из примеров. Внутренний подвздошный лимфатический узел, 8 мм. Также, если честно, если я не нахожу те критерии, которые я описала ранее у пациента, я просто не обращаю даже внимания на внутренний подвздошный лимфатический забирательный узлы, если я не вижу других факторов прогноза. Какие факторы прогноза? Первое. Венозная инвазия, повлечённая в сиркулярный край. Почему венозная инвазия? Если есть признак венозной инвазии, вероятно всего, опухоль будет выходить в том или ином участке за пределами зеркотальной клетчатки, за пределами зеркотальной фасции. Соответственно, пути латерализации у неё и риски латерализации намного выше. Это было доказано в Prodigy trial и в Mercury 2 trial, где мы оценивали именно нижние раки. Один из примеров. Нижний ампулярный рак мы видим, что достаточно неглубокая инфильтрация в пределах внутренних пучков мышечного слоя опухоль располагается. Но есть венозная инфильтрация вдоль правого нижнего вены, нижний ампулярный. И отмечается лимфатический узел. Я вижу его в сохранную капсулу, но есть гетерогенный сигнал. Вот участок низкого сигнала внутри достаточно гомогенного перенхима. Это один из признаков того, что лимфатический узел поражён. Прямой путь к назначению надзиванной химно-чевой терапии в нашем институте. В чём существует проблема? Да, мы знаем, что венозная инвазия и по МРТ, и по патоморфологии это плохой признак прогноза. Но найти её на сегодняшний день, даже в крупных учреждениях, мы сталкиваемся с проблемой, что патоморфологические заключения сильно разнятся с тем, что мы видим на МРТ. Надо учиться. Надо учиться смотреть, надо учить патоморфологов, как это делать. И желательно, чтобы патоморфологи присутствовали при ваших обсуждениях, чтобы они знали, что мы видим на МРТ. Я думаю, что вы уже видели этот слайд, опубликован в 2014 году, стандарты College of Pathologists. Они говорят о том, что если вы видите венозную инвазию по данному МРТ, пожалуйста, сообщите своим патоморфологам. И если в вашем институте частота определения венозной инвазии по данной патоморфологии постоянно ниже 30%, нужно использовать властиновый краситель рутинно. Вот один из примеров. Средний ампулярный рак. Мы видим, что опухоль выходит за пределы мышечного слоя. Обратите внимание, это венозные депозиты. И как они ассоциированы с вовлеченным внутренним подвздошным лимфатическим узлом слева. Честно сказать, я очень давно не видела в своей клинической практике вовлеченных лимфатических узлов как бы латерального пространства, если у пациента не было других неблагоприятных факторов прогноза. Еще один случай. Огромный массивный венозный депозит, который также соединен даже тежами, венозными тежами с самой опухолью и с внутримезоректальными венозными депозитами. Да, вот такие огромные массивы сидящие здесь. Вот если вы видите вообще в безректальной клетчатке изменения в виде интермуральной инвазии, и экстрамуральной инвазии, то обязательно нужно у этих пациентов внимательно посмотреть забирательное пространство, латеральное пространство таза. Еще один из примеров. Мы видим здесь уже лимфатические узлы вовлеченные в мезоректальной клетчатке и видим внутренний подвздошный лимфатический узел вовлеченный справа. Сохранная капсула, ноги, террогенный сигнал. Один из критериев. Как мы оценим эффективность лечения? Точно так же, как мы делаем это в самой первичной опухоли. Мы используем MR-TIG-грейдинг-систему. Стоит обратить внимание, что ответ в первичную опухоль и в лимфатических узлах может разниться. Мы не используем размер лимфатического узла как таковой. Мы не говорим, ой, он стал меньше на 3 мм, значит, есть ответ. Нет, мы вообще полностью игнорируем размер лимфатических узлов. Если есть изменения именно самого MR-сигнала, мы говорим, окей, есть ответ или есть продолженный рост и так далее. Если мы в том случае, когда у пациента будет за феррор соджерой и, например, возник изменение MR-сигнала в самом венозном депозите. Ещё одна трудность диагностики заключается в том, что если вы провели химолочевую терапию пациенту, у которого предполагали наличие венозного депозита лимфатического узла в низоректальной клетчатке или в литеральных пространствах таза, после химолочевой терапии вы не видите этого лимфатического узла или просто видите резидуальный фиброз, патоморфолог вам скорее всего напишет, что есть участок фиброзной ткани, что там было, он вам никогда не скажет. И доказать, что там, например, был метастаз или был в лимфатическом узле или венозном депозите, к сожалению, очень тяжело. Поэтому мы всегда лечение базируем на MR-т находках. Вот один из примеров. Это правда венозный депозит вдоль верхних прямокишечных сосудов на уровне С1-С2. До лечения мы видим крупный венозный депозит инфильтрирует сами сосуды после лечения просто участок фиброза. Так называемый плаговый фиброз, это как мы здесь называем. В этом случае мы говорим, что это полный ответ. Мы даже свои заключения не ставим как N1. Один из пациентов, у которых выражены венозные инвазии, есть венозные депозиты в мезоректальной клетчатке и венозные депозиты за пределами мезоректального пространства. Обратите внимание, что после проведения четырех курсов химиотерапии ответ невыраженный. Такое случается, при этом сама опухоль отреагировала на лечение, но часть депозитов остается там. Еще один из примеров. Изначально у пациента выраженное экстрамуральное распространение есть вовлечение нижних прямокишечных сосудов слева. И мы видим даже, что этот лимфатический узел, который вдоль внутренних поддушных сосудов слева находится, он соединен с одной из вен. Так и происходит собственно латерализация распространения. После проведения химиотерапии у пациента мы видим, что лимфатический узел имеет МР-сигнал низкой ткани. Если мы сделаем КТ, скорее всего, там вообще будут кальцинаты. Прекрасный признак ответа. Значит, лимфатический узел, как и сама первичная опухоль, реагирует. В этом случае в Роу-Маздене даже не будут удалять этот лимфатический узел. Там другая политика. Они считают, что если удалять этот лимфатический узел, то у которого пациента есть уже отдалён, как бы минус, как рассказать, есть общие признаки прогноза неблагоприятные, к которым относится наличие лимфатического узла, то общая продолжительность этого пациента и его выживаемость при лимфодисекции не увеличится. Это был последний слайд. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить. Да, и вот просто как бы в Роу-Маздене мы вообще не удаляем. Даже если есть хороший ответ, мы просто мониторинг проводим этих лимфатических узлов. А если мы, например, у пациента после проведения химиотерапии видим, что лимфатический узел не среагировал, то назначается химио-лочевая терапия дополнительно к этому. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...